Демократы и республиканцы в Конгрессе США договорились, как избежать нового шатдауна. На стену с Мексикой, которую хочет построить Дональд Трамп, должны дать около полутора миллиардов долларов. Однозначной победой американского президента назвать это нельзя, ведь он требовал выделить на проект больше пяти с половиной миллиардов. Напомню, что в конце января Конгресс и Белый дом согласовали временный бюджет до 15 февраля. Если к этому моменту, к этому дню основной проект бюджета не будет утвержден, то правительство снова останется без средств и начнется новый шатдаун. Можно ли считать, что кризис отступил? Выяснимо у шефа РТВ Нью-Йорка Екатерина Катарикадзе. Она с нами на связи. Я надеюсь, Катя, приветствую. Слышишь ли ты нас? Да, Даша, приветствую, да, слышу прекрасно. Ну, в итоге, о чем же договорились и как об этом стало известно? Официальное было какое-то заявление? Заявление сейчас делают представители обеих партий, как республиканцы, так и демократы. Даша высказывает осторожный оптимизм, как только что я прочитала на сайте телеканала CNN, что, конечно, довольно забавно, поскольку, как ни крути, Даша, но окончательного официального решения нет. Более того, есть версия, и она подкреплена рядом сливов, что, скорее всего, американские законодатели доведут ситуацию до края, как это часто здесь бывает, и снова, только в день окончательного дедлайна, то есть 15 февраля, в пятницу, возможно, будет подписано это соглашение. Я добавлю, Даша, что оно должно быть подписано как в Палате представителей, так и в Сенате, то есть в обеих палатах американского парламента, но и в итоге одобрено президентом. Только что Дональд Трамп высказался относительно той сделки, которую предлагают ему представители обеих партий. Это предварительный текст, его никто еще пока не видел. Так вот, Дональд Трамп сказал, что он недоволен текстом соглашения. «I'm not happy», заявил лидер американский. Одновременно он сказал, что, скорее всего, шатдауна не будет, а если будет, то виноваты будут демократы. Это цитата от первого лица американского государства. Что в этом документе содержится, Даша? Мы, повторюсь, текст еще не видели, поскольку, собственно, это является секретом. Более того, по данным американских средств массовой информации, до сих пор законодатели продолжают доработку тех или иных позиций в этом соглашении. Но, что мы знаем, частично ты уже сказала, действительно, миллиард 400 миллионов долларов будет выделен на строительство тех самых заграждений. Демократы избегают слова «стена», но, как ни крути, это и есть та самая стена. Значит, это, конечно же, гораздо меньше, чем 5,7 миллиардов, которых требовал Дональд Трамп. Этих средств, которые, собственно, готовы выделить демократы, хватит на возведение 55 миль. Это где-то 80-80,5 километров новых пограничных заграждений. Их изготовят из металлических конструкций, а не из бетона. Почему я об этом говорю, Даша? Потому что для Дональда Трампа было важно, чтобы стена была именно из бетона, чтобы она была большая, красивая, чтобы ее было видно издалека. Но нет, видимо, пока бетонная конструкция не появится на южной границе Соединенных Штатов, а появится некая металлическая конструкция. Изначально Дональд Трамп хотел, чтобы протяженность этой самой стены составляла 215 миль. Это 346 километров. Но вот на данном этапе, скорее всего, ему придется принять то, что ему предлагают. Собственно, именно поэтому он not happy, из-за того, что не все встреченные его требования с каким-то пониманием. Совершенно верно. И более того, этот торг уже перестал быть сколько-нибудь захватывающим, Даша, и по всем опросам. Что интересно, американцы не перестали хотеть увидеть эту самую стену. Более того, число людей, которые поддерживают идею президента построить какие-то заграждения, какие-то конструкции на границе, только растет. По мнению аналитиков, это происходит постольку, поскольку тема постоянно остается в повестке. Ее все время, регулярно, ежедневно обсуждают лидеры общественного мнения. Это и те, кто за стену, и те, кто против стены. Они все обсуждают эти самые бесконечные пресловутые заграждения, металлические или бетонные, неважно. Поэтому число людей, которые эту идею поддерживают, все-таки растет. Однако растет и число тех людей, которые считают именно Дональда Трампа ответственным за то, что 35 дней, рекордных 35 дней длился предыдущий шатдаун. И именно на него возложат ответственность в случае, если шатдаун вновь начнется в Соединенных Штатах, Даша. На самом деле, есть еще несколько интересных моментов в этом торге. Тут дело не только в стене, судя по всему. Когда мы говорим о сделке, которую предлагают Дональду Трампу подписать, если эту сделку одобрит Палата представителей и Сенат, то в ней речь идет не только о заграждениях, но и количестве коек на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Очень важно для демократов было добиться снижения этого количества места, спальных мест для иммигрантов, которых задерживают и привозят в эти центры временного содержания. Демократы хотели снизить число таких койко-мест, уж прости, до 16 тысяч примерно. Но, судя по всему, победы республиканцев в этом торге стало то, что им удалось, по предварительным данным, подчеркну Даша, довести число этих спальных мест до 58 тысяч, 58 тысяч 500, по предварительным данным. Это очень серьезная победа республиканцев. Демократы не хотели, чтобы люди концентрировались на границе. Они пытались настоять на том, чтобы те, кто не заслуживает задержания, те, кто, очевидно, не представляет опасность для страны, получали возможность выйти за пределы вот этих приграничных центров временного содержания и находиться в Соединенных Штатах с браслетами, например, на ногах. Это геолокационные такие браслеты, которые позволяют отслеживать людей. Но все-таки и президент, и республиканцы настаивали на том, что отпускать людей означает потерять этих людей. Они уверены в том, что незаконные иммигранты могут найти способ эти браслеты как-то снять, избавиться от них и повестки в суд, соответственно, выбросить в помойку. И ровно это как раз тот самый компромисс, на который, судя по всему, пошли демократы, но республиканцы пошли на компромисс с количеством денег, выделяемых на стену. Катя, правильно ли я понимаю, что до конца, до того момента, когда объявят о решении по сделке, мы будем, если и будем узнавать детали, то только в качестве таких вот сливов? Официально никто уведомлять о ходе переговоров не будет. А почему это в таком формате проходит все закрыто? Это проходит в таком формате, поскольку для каждой из сторон, а их три в этой ситуации, Даша, надо понимать, это демократы, республиканцы и президент. Это три отдельные стороны. Для каждой из сторон важно доказать своему электорату, своим сторонникам, что именно она, эта страна, победила в споре о шатдауне, в споре о границе, в споре о стене. И каждая из сторон, участвующих в переговорах, она очень точечно сливает информацию, которая говорит о победе соответствующих участников этих переговоров. Вот демократы сливают, демократы-законодатели, вполне официально и неофициально, анонимно и открыто сливают в прессу информацию, например, о том, что стенки не будет, а будут какие-то заграждения. И это, в общем, говорит о том, что они одержали победу, это говорит о том, что на самом деле речь сейчас идет исключительно об обеспечении безопасности. Они выбрали такое в орден для себя, Даша, они говорят, мы не будем строить стену, мы будем обеспечивать безопасность границ. Так, немножко, немножко бетона. Да, как будто это, в общем, что-то меняет, конечно, нет. Республиканцы говорят, смотрите, мы добились своего, мы обеспечиваем безопасность границ, одновременно мы сделаем так, чтобы, собственно, эти нелегалы не проникали на территорию Соединенных Штатов. Что в итоге из этого получится, Даша? Очень сложно сейчас судить, поскольку мы понимаем, что каждая из сторон наделена огромной ответственностью в этой ситуации. Мы понимаем, что если шатдаун вновь случится в Соединенных Штатах, то это будет страшный стыд и позор. Это правда. То есть федеральные служащие, которые в количестве 800 тысяч 35 дней сидели без зарплаты и не понимали, что им дальше делать, они тоже будут not happy явно, даже больше, чем Трамп, я думаю. Я гарантирую, что если в прошлый раз, например, профсоюзы как-то не воспользовались ситуацией по разным причинам и не вывели массово людей на улицы, то в этот раз будут обязательно критически проблемные для этой власти и для демократов. Ну что, остается нам что? Нам остается ждать 15-го числа, получается? Раз уж ты говоришь, что скорее всего мы в самый последний момент узнаем решение, значит вот действительно до 15-го числа. По крайней мере, так сейчас кажется, что 15-го мы что-то узнаем окончательно и скорее всего все-таки шатдауна не будет. Спасибо большое, Катя, шеф РТВ Нью-Йорка Екатерина Катарикадзе была с нами на связи, обсудили возможность сделки по завершению шатдауна. Сейчас к нам присоединяется финансовый аналитик профессор Бруклин-Колледж Михаил Печерский. Михаил, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Михаил, скажите, пожалуйста, как в США реагируют сейчас на новости об успехах, ну если можно так сказать, в переговорах? Во всяком случае, на вот эту информацию, потому что стена, если она и будет, она будет меньше, потрачено на нее будет меньше, ну и соответственно все, что вы, наверное, знаете лучше меня. Как оценивают эти промежуточные итоги? Добрый вечер. Я надеюсь, вы меня видите и слышите. Привет вам из Нью-Йорка. Что слышно, что происходит сейчас, Катя вам хорошо, очень достаточно объяснила. С точки зрения экономической ситуации, шатдаун на самом деле оказал недостаточно большое влияние на американскую ситуацию. Поскольку по разным оценкам от 3 до 11 миллиардов долларов было потеряно в результате шатдауна. Люди, которые не работали, получили деньги назад или получат их. Поэтому с этой точки зрения, опять-таки, больших проблем не будет. Я думаю, что второго шатдауна не будет, поскольку это не в интересах ни Трампа, ни демократов, то есть ни республиканцев, ни демократов, чтобы это сделать. Кроме всего прочего, Трамп, сегодня выступая по телевизору, достаточно ясно сказал, что даже если я получу всех денег, которые мне необходимы, то я смогу найти дополнительные источники финансирования стены. Ну, давайте все равно попробуем с вами потеоретизировать. Вы сами говорите, что, скорее всего, не допустят шатдауна, но если бы он произошел, это была бы серьезная катастрофа, новый шатдаун. Поэтому не допустят его вновь? Или почему? Ну, как я уже сказал, в процессе предыдущего шатдауна, американская экономика потеряла, по самым серьезным оценкам, 11 миллиардов долларов. Американская экономика на сегодняшний день составляет это порядка 19 триллионов долларов. То есть, с экономической точки зрения, шатдаун не является какой-то серьезной проблемой. Если вы заметили, американские рынки продолжали расти на протяжении всего шатдауна. Это никак не повлияло. Но, тем не менее, были сообщения о сложностях в транспортной системе, истории с рейсами, с самолетами. С Лагардией, да. Ну, это ведь тоже отчасти хотя бы имеет отношение к экономическим проблемам. Ну, нет, с точки зрения, это больше имеет, как Катя правильно сказала, такое политическое значение, что это нехорошо, когда большая страна, такая большая страна, как Америка, вдруг остается без, допустим, авиадиспетчеров, которые могут выполнять свою работу. Но причина, почему не будет следующего шатдауна, от этого никто не выиграет. От этого не выиграют ни республиканцы, ни демократы. Ну, а от первого шатдауна, который вот совсем недавно завершился, разве кто-то выиграл? Да. От первого шатдауна выиграл Трамп, потому что он заявил своим, те люди, которые его поддерживали, они поняли, что Трамп продолжает поддерживать ту линию, за которую они голосовали. И он последовательно выступает за то, что он обещал. Ну, смотрите, это мы сейчас исходим из того, что все-таки есть предварительная договоренность, и Трампу дадут не всю сумму, которую он хочет, но некоторую сумму на строительство стены. И, в общем-то, да, здесь это можно хотя бы отчасти рассматривать как победу. Но если, в конце концов, это предложение согласовать не удастся, и у Трампа не будет на руках никакого выигрыша, что он тогда все равно будет в этой ситуации, ну, не знаю, как-то более уважаем, что ли, за свою стойкость? А он уже выиграл. То есть неважно, независимо от того, дадут денег или нет, он все равно выиграл. Да. Потому что те люди, которые поддерживали Трампа, они его продолжают поддерживать, зная о том, что Трамп имеет ту же самую политику. Кроме всего прочего, большое количество людей, которые услышали о том, что существует такая проблема на границах, они, в принципе, большинство американцев достаточно негативно относятся к нелегальным иммигрантам. Поэтому чем больше об этом говорят, тем больше выигрывает от этого Трамп. Потому что демократы, несмотря на то, что они говорят, мы тоже за безопасные границы, они все-таки выступают в оппозиции к Трампу, которые выступают действительно за безопасные границы. А демократы, как бы, говорят, ну, это надо делать человеческим лицом. Спасибо, Михаил. Поняла вашу позицию. Михаил Печерский, финансовый аналитик, профессор Бруклин-Колледж, был с нами на связи. Между тем, ко мне в студию уже присоединился журналист, механист Михаил Таратута. Спасибо вам большое за ожидание, потому что вы прослушали монологи Екатерины Катарикадзе, нашего сейчас гостя Михаила Печерского. Конечно же, с вами тоже хочу поговорить и про шатдаун, и про Трампа, но, наверное, чуть глобальнее. Как вам вообще кажется, Трамп с вот таким своим подходом к политике, в общем-то, ну, некоторые напрямую называют это политикой шантажа. Он вот действительно выигрывает и будет и дальше набирать рейтинг. У него ситуация такова, что он и в 2016 году в ходе предвыборной кампании и последующие два года не уставал говорить о том, что стена нужна, стену надо построить, и отражая, собственно говоря, взгляды своего электората, ядерного электората, отказаться от этого он просто не может. Но демократы, с другой стороны, понимают, что дать ему победу вот в этом споре невозможно. Для него это принципиальная вещь. И поэтому, в общем-то, вот это вот перетягивание каната имело место. То есть не только Трамп здесь шантажирует, демократы шантажируют в ответ, потому что знают, что нужен Трамп. Безусловно, безусловно. Но вообще, на самом деле, как я это понимаю, здесь более глубинные корни всей этой истории. Да, это вопрос тактики политической. Речь идет о выборах в 20-м году президентских. Но здесь история может быть еще и глубже. Дело в том, что Трамп и республиканцы пытаются ограничить приток не просто нелегалов, а вообще приток выходцев из Латинской Америки. Проблема в том, что выходцы из Латинской Америки, они традиционно голосуют за демократов. И чем больше приток, чем больше наплыв, тем сильнее может поменяться политический ландшафт. И это уже происходит. И ситуация в результате может создаться такая, что демократы будут постоянно получать большинство голосов, а республиканцы никогда не придут к власти. Потому что к 44-му году белые люди станут меньшинством в Соединенных Штатах, а Латина будет составлять 28% населения. И это очень серьезный вопрос. Демократы с большим удовольствием играют в эту игру пока. Ну да, как уже говорили. А вот мне просто интересно, вы сами в этом проблему видите, или это чисто политическая проблема для демократов? Ну, понимаете, я вижу эту проблему. И для российских зрителей она понятна, когда был большой приток мигрантов из Средней Азии. Все жутко перепугались. А вообще не поглотит ли это вообще русскую культуру? Американцы, и особенно глубинка вот эта американская, они очень озабочены этой проблемой. Это вот то, что отражает Трамп в своих выступлениях. Они действительно боятся за американскую идентичность, что поток иностранцев из Латинской Америки в первую очередь просто задушит американскую традиционную культуру. Ну, и американские ценности. То есть Америка уже не будет той Америкой, которой она сегодня. Ну, никакая страна ведь никогда не остается всегда одинаковая. Она трансформируется, меняется. И вот эти принципы, они всегда сталкиваются, да? Принцип открытых границ, открытого мира и принцип какой-то культурной идентичности. Ну, тут есть, конечно, большая проблема, потому что Америка – страна эмигрантов. И основана она была, и, в общем, все время существовала, как приют для гонимых и страждущих. И это, ну, как бы идеологическая и нравственная основа Соединенных Штатов. И это то, чем, ну, главный аргумент демократов, что это аморально ставить барьеры на пути людей, которые стремятся к счастью и так дальше. Но, на мой взгляд, это вообще демагогия, с моей точки зрения. Потому что я снимал сам репортаж, как это происходит, как перелезают через эти заборы, как пограничники вытаскивают из-под кустов вот этих ребят, которым удалось там перелезть. Я все это видел сам, и поэтому, ну, на мой взгляд, в общем-то, порядок должен быть. То есть определенное ограничение. Ну, это не полное закрытие границ, условно говоря. Нет, это не полное. Речь не идет об этом. Но понимаете, что происходит? По нынешним законам вот натурализовался какой-то выходец из Латинской Америки. И он имеет право притащить с собой... Семью. Ну, близких родственников. А у тех свои близкие. Это называется цепная эмиграция. Это против чего выступает Трамп и говорит, что этому надо положить конец. Демократы говорят, что не от этого не надо вообще препятствовать. Это нормально, это нравственно. Потом там происходят следующие вещи. Человек подходит к пункту пересечения, переходит к границу с просьбой о политическом убежище. Его преследуют. Ему говорят, хорошо, подавайте документы и ждите. Ждайте ему где-то 4-5 месяцев. И очень многие люди растворяются в Америке. Это способ был проникновения нелегалов. Не только через забор, но и вот такой способ. Этому тоже Трамп хочет положить конец, чтобы все ожидали за пределами Соединенных Штатов. И вот сейчас вот эти лагеря, которые на границе в Мексике, вот этих людей ожидающих. Мексиканцы тоже, конечно, стонут. По этой логике получается, что Трамп и республиканцы в целом, они, конечно, и в своих интересах политических действуют, но и одновременно в интересах страны, чтобы все-таки этот процесс был как-то упорядочен. А демократы действуют только ради своей политической выгоды. Ну почему? И убеждения тоже. Все либеральное поле в Соединенных Штатах, а это, в общем-то, наверное, половина Америки, в общем-то, поддерживает демократов. И поэтому здесь столкнулись просто разные взгляды на жизнь. И плюс сама идея борьбы с Трампом. Потому что что бы ни делалось, все должно работать против Трампа с точки зрения демократов и либералов. Используется абсолютно все, что угодно. Этот человек для них неприемлем. Ни эстетический, ни идеологический, вообще никак. Но это для всех? Или все-таки только для какой-то части? Для либеральной части, но та часть, которую голосовала за Хиллари Клинтон в первую очередь. И вот все эти люди критически относятся абсолютно ко всему, что делает Трамп? Абсолютно критически. Более того, его сторонников, они презирают, они не уважают, они считают, что это то, что, ну, как Хиллари их называла, deplораблесс. Плохообразованные, деревенские ребята. Да, ничтожные люди эти все. Да, ну, понимаете, Америка переживает серьезные расколы. Этот раскол проходит по очень многим линиям. Он не просто идеологический, он еще и географический даже. Скажем, мегаполис – это одна страна, а глубинная Америка – это другая страна. Она живет совершенно по другим, как бы, внутренним правилам. Ну да, законы, конечно, одни, но уклады разные абсолютно. И между ними существует очень серьезный антагонизм. Раскол по гендерной линии проходит. Раскол усиливается со временем? Да, да, Трамп стал катализатором этих расколов, потому что до его прихода тлели эти угольки недовольства, раздражения друг к другу, и расовые проблемы, они никуда не ушли. Но с приходом Трампа они все вылезли наружу, все оголилось. Это как оголенный нерв стал в стране. Ну а что здесь причина, что следствует? То есть Трамп в этом виноват, или просто Трамп очень удачно ко времени подошел, и к ситуации? Дело в том, что в стране накопились, вот если сравнить с компьютером, накопились ошибки, накопились большие противоречия, которые требовали разрешения. Не находило разрешения вот эти проблемы, которые существовали. Создалась стена между Вашингтонским истеблишментом и другой Америкой. Проблемы не решались. Трамп, по существу, был востребован ситуацией. Это, в общем, функция Трампа от той ситуации, которая вот создалась в Америке. Ну, то есть, условно говоря, в другой ситуации представить себе, что Америка изберет президентом Дональда Трампа, было бы очень-очень сложно. Да, все исключено. Он президент несистемный, ну, как будто он из другой планеты. Ну, об этом и говорили, что это было голосование против истеблишмента в частности. В большой мере, конечно. Да, поэтому он так и воспользовался удачной ситуацией. А что его дальше ждет? Ждет ли его дальше политическое будущее? Очень трудно сейчас сказать, потому что он, как волк, обложен флажками Нижней палаты, которая, по-моему, 17 расследований готовит против него, и он может утонуть в этих расследованиях. Не говоря уже о том, что действительно могут что-то накопать, например, по его уплате налогов. Я допускаю вполне, что там не все хорошо. Ну и так дальше. Там много чего, его связи с Москвой, коммерческие связи, ну и все остальное. Это все будет расследоваться, и, возможно, что-то они накопают. Очень трудно сказать. Но, конечно, руководить страной в такой ситуации, это, по-моему, очень сложно. Когда он просто объект преследования. Ну, в общем-то, можно сказать, что в такой ситуации он даже неплохо справляется. Безусловно. Он держит удар. Удивительно. Удивительно. Хорошо. Вот сейчас, да, как выяснилось, даже, наверное, сможет часть хотя бы обещанной стены построить. Будем ждать 15-го числа, будем ждать завершения переговоров. Спасибо большое, Михаил Анатольевич, журналист, американист. Спасибо. Миссион Таратута был в нашей студии. Обсуждали политику Дональда Трампа, ну и в целом политику в Соединенных Штатах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова